Сегодня с утра, нам опять соседская девочка, ей год 4 с половиной где-то. Она выходит и очень-очень часто, почти каждый день, перед садиком, когда они идут, она кричит. Ай вон туда! Сегодня она кричала, да, ай вон туда! Умереть хочу, я хочу умереть. Она орала истерически. Ну, у нее всегда истерика. Крик падает. И она падает, орет. Прям под нашим окном. Фишка не в этом, что ребенок орет. Хорошо, у всех разные нервные системы, все такое. Но мамашка, да, именно мамашка, я не буду говорить, что это мама. Потому что она выходит, дверь что-то ковыряет там, ключ. Это стоит минут 5-10 орет. Вот что можно делать около двери, когда у тебя ребенок с такой нервной системой. Ты знаешь, что он орет на всю, вообще на всю здесь тишина. По 8 утра. Она стоит, что-то там около двери делает, и минут через 5 только идет с ней. И говорит ей тихо что-то там. Говорит, ну не слышно. Но она ей тихо говорит. Почему она не может ей сказать, я ни разу не слышу, чтобы она ей сказала, замолчи, ну так нельзя кричать. Она ей просто говорит, окей, окей, я слышу. Окей, 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 окей. У них здесь никакого воспитания вообще нет. У них у всех. Всем привет, ребята. И мы сегодня в солнечной Флориде. Сидим уже 10 месяц. И ждем, наверное, разрешение на работу должно к нам прийти, наверное. Что-то нам выслали. Лешу как все-таки думаем, наверное, в садик отдавать. Леша, потому что он очень хочет, проснулся и сказал, мама, где дети ням-ням и спят? Он у нас с предложениями еще пока не говорит. Может быть, заодно там и заговорит. Ну, уже, конечно, там заговорит на английском. Леш, там на английском дети разговаривают. Ты сможешь говорить на английском? Да. Точно? В общем, Леша у вас очень общительный. Тихо, тихо. Общительный, он очень любит коллектив. Поэтому, думаю, хочется в садик. Это даже, кстати, не садик. Вот нам Макс сказал, что это академия. Целая академия, потому что садики здесь маленькие совсем. Американские замки. С ноги вышибай, двери заходи. Ну что, опять же, а? Октябрь месяц, октябрь, фест скоро здесь будут, кстати, проходить. Ну, и рано едем. Рано? Ну, погуляем. А все взяли документы? Едем мне. Егейн, снова менять права. Попробуем поменять. Я уже пойду. А еще... Дождаться документы, которые он высылает на почту. Ну, поехали уже. Что с Геннадьевым идет? Ну, четыре, заедем. Сюрпразики! У нас сюрпразики! Бумажки ваши. Что, серьезно? Я не могу. Подождите, а что это такое? Проверим. Не мажите, каблевет, мы колесим. Прикинь, нам пришли бумаги. Карточки нет, она что-то А4 обычная. Там несколько писем целых. Леш, представляешь? Ну, что, сейчас будем смотреть, что там написано. В общем, это письмо оповещения. Люка, стой, стой! Апрофер, да, Апрофер, да, Апрофер, да, Апрофер. О, мой гад! Но мы ждем сейчас карточку. Это они просто выслали оповещение о том, что нам выслана карточка. Нам одобрили разрешение на работающего. На всю семью получили авторизацию. Кроме Лёхи. Да, кроме Лёшки. Ну, это понятное дело. Хотя тут есть письмо на Лёшку на маленького. Сколько писем? Да, был день, вот это было. Мы, в общем, ждем теперь на днях. Вот прям буквально должна прийти эта карточка. Она в виде карточки. Давай я написал, что у нас в Лёшке. И АВ. Я не знаю, как расшифровывается. Здорово, в общем, наконец-то мы дождались спустя. Мы отправили... 1 мая. Кейс 31 мая. Отправили раньше, они приняли к рассмотрению. 31 мая приняли к рассмотрению, а сегодня у нас 10 октября. Дети разобрала Лёшка, едем в ДМВ. Она говорит, ждите спокойно там, потому что всегда нереально это всё будет делать сейчас. Пусть вибы и огромное занятие, потому что это облегчение. И она говорит, всё, Лёшек уже точно готов в садик идти. Он только к няне бежит, скорее, лишь бы от нас. Надоели мы ему. Целый день с нами сидит, конечно, уже. Друг другу все надоели. Да он только вот от просадика думает. Мне прям очень-очень жарко, я уже все мокрая. Питер тоже будет уже на улице, у нас же невозможно находиться, потому что потеешь. Да я найду любую работу, хоть, знаете, дворы мести, грубо говоря. Пока дворы мятую, параллельно ещё что-нибудь ещё. А у меня, кстати, появилась идея, если вторая машина, я пойду пиццу разводить. Вот что. Да, надо будет купить пистолет, гранатомёт, автомат, баллончик, нетушитель. Ну да, я буду такая какая-то Wonderful Woman вот эта. Не, Wonderful Woman она с мячом бегала. Ну, я и мяч за плечо кину. А я буду пиццу в рожу кидать, если что. Нет, я реально хочу пиццу разводить. Я реально хочу купить, я их за шокер. Во-первых, язык будет у меня идти, я буду общаться с клиентами. Добром. Hello, I bring you pizza. Bye. Give me money, give me money. Типа, типа, типа. Мы сейчас проезжаем местный аэропорт Майлдвен, он очень маленький. И там стоит самолет наша, Transair. Вон он, хвостик торчит. Вон написано Transair. Вот, вот такое вот. Сюда. Там снимать нельзя, кстати. Я знаю. Сейчас выключим камеру. И ждем сейчас наш аббутмент. Скажи, что вот эти письма сегодня пришли. Вот эти письма, то, что разрешение на работу было, они помогли. Потому что, когда она увидела, она сразу дала дачу тикет. Система, система. Короче, Херс 2 называется. Ну, не мучуристы. Это не мак. Даже дети смотрят. Это не мак. Сейчас дети похлеще ругаются, чем я. Объясню. Дело в том, что работница, она молодец, реально. Она старалась, делала, сходила. Не, она да. Узнавалась. Я говорю, у меня адвокат сказал, что вот по моей форме. Она говорит, ну, ваш адвокат не знает, как устроена наша система. Да, она не пропускает. У нас система такая, что она не пропускает. Нужна какая-то бумага еще. Она сказала, что через пару дней получите карту. Я говорю, да. Она говорит, ну, вы с карты придете без проблем. На меня форма есть такая, называется Ай-140. Она удастся ко мне, потому что я аппликатор. Ну, я подавал форму. А на Олю нету, потому что она как бы член семьи, она как бы паровозом идет. Паровоз. И трудности. Вот так вот. Впереди не хочешь сесть? Ой, я уже в прямой очке. Вополняю карту. Лотерею на себя, чтобы паровозом не быть. Шучу. Короче, я пока опять без тачки. Вот она, она. Жизнь эмигранта, блин, сраная. Бесят уже сейчас у меня не машины. Надеюсь, это изменится, когда будет. Никогда привыкать. В общем, ждем эту карточку. Пару дней подождем, приедем и нормально сделаем. Да, я сейчас только сразу делаю аппетит на следующий понедельник. Да, я сделал аппетит на несколько, на разные дни. Так что едем домой за Лешиком, за котиком нашим. Она ей сейчас скажет, я хочу с ней, а я никуда не поеду. У нас супчик грибной, сейчас попробуем вместе все. Смотрите, сколько ящериц. Мишка косолапый. Мишка косолапый. Сверху вниз. Сегодня у меня кривой нос еще. Силф. Силф. Силф надо заехать сюда, да. А то он ждет ночью. Пока. Пока. Посылка еще пришла. Вот это да. Нам пришла посылочка. А с Геной, Гену спасибо тебе большое. Я даже знаю, с кого. Гена, спасибо большое тебе. Спайдермен. Вот это да. Крутые какие. Гена, только вчера я выкинул наколенники. Они у Лешки уже стали малые. И вот новые наколенники. И тоже спайдермен. Спасибо тебе большое. Оля, это вот тебе, смотри. Я не знаю, что там. Ого. Блэр. Ничего себе. Провод. Лешечка, можешь посмотреть, дай, пожалуйста. Это музыку слушать. Крутая. Спасибо огромное. Преогромное. А это, наверное, папе. И кошелек клевый. Очень клевый. Такой мягенький, классный кошелечек. Написал письмо. Спасибо. Надеваем снаряжение. Леш, тебе нравится? Да. Крайки. Спасибо большое. Огромное. Это не ходить, Леша. Это как? Леш, ну будешь учиться. Молодец. Вот так. Ну, у него же видели, как бустер и прогресс какой получается? Плеер для Лешика. Представляете, выслали с музыкой. Он любит музыку. Для меня? Да, будешь музыку слушать. Вуф. Вуф, вуф, вуф. Леша, я к тебе пришел. Я скучала по тебе, Лешенька. Я так пахну чаем. Кстати, по правде очень пахнет. Вот так. Добавляем этот, в кофе, сливочки. Лешка болтается, папа смотрит. Вести в компьютер. Такая кисточка Лешек спит. Очень удобно, Лешик. Тряпка. Сегодня нам Скатер сказал, что в Америке они вообще грибы едят сырые. Вот эту корзиночку покупают, то, что вы видели, когда мы покупали. Он просто объясняет тем, что они их даже могут не мыть некоторые. Просто берут прямо из оттуда из магазина. Ну, в плане купили, и не мытые, и прям не идут. Он объяснил это тем, что у них здесь специальные места отведенные, которые... Эти грибы, которые продаются в магазинах, они выращиваются. Они не опасные никак вообще. Мы были в шоке. Он был в шоке, что мы так отреагировали. Я говорю, я их проварил. Я боюсь, вдруг мы отравимся. Он говорит, что будет. Попрошай, попрошел. Попрошай. А если мужик к кому-то подрыгать, он может быть оберегать. Фу, вчера набрызгала. Это ужас был. Полтора? Да, полтора часа поработала. Иду Лешку будить. Не посидела, не отдохнула. Вообще ничего. А вы говорите, откуда у нас времени? Времени нет. Делать нечего. Скучно так. Цветочек, что ли? Погрызть от скуки. Слушай, кстати, знаете, что я хотела сказать? Когда я стала все время одевать эти кроссовки, они перестали гулять. Пошли гулять. Вышли мы на улицу, время сейчас где-то пол седьмого. Вечером лучше становится. Да, вечером намного лучше, лучше. Прям вообще класс. О, зима, конечно. Да, вечером прям прохладнее. Может толстовочку тоже можно будет одеть. А можно, мы же ходили утром. Так что мы никого не увидим зимой, точно будем здесь. Нет, да, будем здесь. А потом поедем куда-нибудь на Аляску. На Аляску. Кстати, это моя мечта на Аляску съездить. А там уже с Аляски пешком уже до Москвы дойти. У меня реально мечта на Аляску съездить. Там на собаках, на санках можно до Москвы доехать. На косатки допустить. Тепочку, да, опять у нас порвал кто-то и опять сделали. Тут у них столько машин сюда. А прикольно, они дом украсили уже Хэллоуину. А это что-то там они пшикают или что-то делают, я не знаю. Кажется, тут все время где-то какие-то флажки стоят. А он тут сидит йогушем занимается? А, я думала йогой. А, это дом на продажу. Да, и вся трава погибла. Ага. Давай ветку уберем отсюда, там машина наедет. Там вообще кто-то едет. Посмотри, домик. Кстати, можно позвонить. Дом-то какой хороший. Сколько он стоит, интересно? У нас, слушай, 290 тысяч. Сколько? Детская какая. Это много. Сколько я фиг? 2 600, Леш. 3 бета и 3,5 баффера. Он красивый домик. Аккуратненький такой. Он йогой занимается с дочкой. Стороной, да? Все, из бутылочков. Некрасиво. Да, скажи, что тут парень. Да, кстати, тут парень. Просто сидел на асфальте, это его дом. И он к нам подошел и сказал, если есть вопросы, то можно... Он вообще ходит прямо с буфлоном, пьет пивом. С пивом, да. Писает, окей. Ну, это нельзя, да, так сказать. Какая разница, это его дело уже. Ну, просто, это его дом. И он говорит, если что, ну, задавайте вопросы. Я его продаю. Ты посмотри, когда... Мы наблюдаем. Лешке интерес к маленькому. А я вообще боюсь этого всего. У Иванович, знаешь, ну да, у него самый... Пампире ненормальный. Да. Сейчас временная, 7.15, мне кажется. И уже тем не изменится. Сейчас время, сейчас вам скажу, что курин уже. 7.15 угадал. Ого. Меткая какая я. Какая тебе. И мы домой пришли. Я говорю. Ты привет. Мама. Я ничего не успеваю, как всегда, я так подумала. Я привык в Москве, знаете, движуха, ритм. Он в Москве вообще-то заставляет жить, вертеться, крутиться. Тут я деградирована. Вот реально, он так думал, куда-нибудь надо. Без языка, без всего. Вообще. Вообще, что творится, а? Глазами еще хлопаю. Волосы убираю. Как? Что это такое, зячик? Что с мамой творить здесь? Пери, пожалуйста. Оль. Оль. Бионист. Это не лис. А я сегодня ем гречку с молоком. Лешка-пюрешку. Ручку сейчас вам покромсаю, бабушка дала. К труду я ворону готов. До восполненных года арбайтен среди какашек и еды, и посуды. Ааа, и то, что я без мини-фира и покусанный попой от Лешика. Не надо так кусаться, мам, больно. Леша, больно. Сейчас мы готовим. Будем варить, ставить картошку и морковку. Завтра будем делать салат, увидите какой. В студии дед. Идет бабушка. Что у меня? Ааа. Вот это дед, сильный какой. Цирк дешевле. Спасибо большое за подарочки. Лешка не расстается с плеером. А сейчас мы читаем сказку. И вам желаем крепкого здоровья. Кто нам выслал посылочку, отдельный респект, уважение, человеческое спасибо. Очень нам приятно. Наши братья смеялись над ним. Если бы ты поступил как мы, ты уже давно бы закончил постройку. Да, отвечал на флав. Но зато волк не сможет сломать мой дом. Спать хочу. Я без сил. У меня высысали все соки. У меня нет сил вообще. Время 10.23. Леш, 10.23. Спокойной ночи, ребят, вам всем. Спасибо большое, что... Подписывайтесь, смотрите нас. Не забывайте делать пожертвования для бездомных животных. Я вчера во влоге выставила уже информацию, на кого я подписана в инстаграме. Просто по копеечке. Если не физически, можете помочь, то может быть по копеечке скинуть людям. Тем, кто занимается этим. Им это будет огромной помощью. Поп-поп. Леш, пойдем спать. Леша, очень долго. А? Леш, как раз, ну, такой смешной становится. Лешка почему-то у нос дышит. Леш, почему ты у нос дышишь? Пока. Пока, ребят, спокойной ночи. Очки в глаза. Запихну. Здоровья вам. Я хочу домой. Просто хочу домой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok